Всем привет! Это Иван Жданов. А это материалы административного дела против Фонда борьбы с коррупцией. 23 тома, 5609 листов, которые, по идее, должны показать, что мы экстремисты. Навальный экстремист, я экстремист, коллеги мои экстремисты, все-все вокруг экстремисты. Ужас! И на основании именно этого дела ФБК запретили. Штабы в 37 городах ликвидированы. Наши бывшие сотрудники находятся в постоянно возрастающей опасности. Ну вы можете себе представить, 6 утра, глазок заклеен, ломятся люди в масках, лицом в пол и так далее. До 10 лет в колонии. За путинские 20 лет мы, кажется, привыкли к любой дичи и беззаконию. Но тут у нас по-настоящему новый уровень. И абсурда, и репрессии против здравого смысла. Нас, некоммерческую, по сути, правозащитную организацию, одну из крупнейших и самых известных в стране, которая занимается антикоррупционными расследованиями, поставили в один ряд секты Ордена Благородного Дьявола, со скинхедами, с сепаратистами и террористическими группировками, которые планировали и реально осуществляли теракты на территории России. Сотрудники ФБК теперь приравнены к джихадистам. Но даже этого им показалось недостаточно. В комплекте с этим делом был срочно написан и принят отдельный закон, который запрещает всем, кто причастен к ФБК и штабам, избираться в любые органы власти. В Конституции написано, что избираться могут все дееспособные и кто не сидит в тюрьме. А Путин взял карандашик и дописал. И еще те, кто поддерживает Навального. Им тоже нельзя. Спасибо. Буду очень любить и очень скучать. Абсолютно беспрецедентная зачистка. Масштабы которой нам еще предстоит осознать. От участия в политике отрезано буквально целое поколение. 60% молодых людей от 18 до 29 не поддерживают Путина. Это 11 миллионов человек, которые могли бы стать муниципальными депутатами, войти в горсоветы, избраться в Госдуму. Но этого теперь точно не случится, пока у власти Путин. Здрасте. Приехали. И кажется, что такая беспрецедентная зачистка требует какого-то беспрецедентного процесса. Выглядит дело очень внушительно. Звучит тоже. Вы только вспомните пресс-релиз прокуратуры, с которого все началось. Дестабилизация. Подрыв конституционного строя. Организация цветной революции. И все это по указке и на деньги иностранных спонсоров. И сам процесс засекречен. Их находки настолько ценные и уникальные, что на суд не пустили не только журналистов, но и нас самих. Итак, это то, что прокуратура объявила. Процесс века, который она анонсировала. И это то, что мы ожидали найти вот тут. Доказательства, документы, платежи, стенограммы тайных встреч с Госдепом, на которых Навальный рисует на салфетке план взятия Кремля. Но, увы, как и все, что делает путинская власть, это дело тоже оказалось пустышкой. Нас признали экстремистами просто так. Вместо доказательств и документов там пшик, фикция, неумело выдуманная путинским прокурором Поповым, у которого мы, к слову, обнаружили отели в Черногории, квартиру в Испании и дачу на Рублевке, оформленную на пожилых родителей. Прокурор Попов разозлился и решил отомстить. Но ума и профессионализма ему хватает только на то, чтобы воровать. Даже сфальсифицировать дело против ФБК у него и его команда не получилось. В течение почти трех веков органы прокуратуры являются надежной опорой нашего государства. Я уверен, он очень надеялся, что о его позорной работе никто никогда не узнает. Дело-то засекречено. Но сегодня я расскажу вам, что именно так сильно старались спрятать от посторонних глаз путинские прокуроры. Мы выкладываем в общий доступ все материалы дела. Не тешьте себя надеждами, что тут настоящее расследование, какие-то доказательства экстремизма. Ничего этого в деле нет. Даже в паре засекреченных томов, которые мы не можем показать. Они ничем не отличаются. Зато есть 436 страниц предостережений, которые разносят перед митингами. 387 страниц с делами на людей, которые вообще никак не связаны с ФБК и штабами. 124 страницы посланий одного ведомства другому. 22 страницы вообще пустые. И еще 24 просто нечитаемы. Но больше всего тут скриншотов. Больше тысячи страниц дела выглядят примерно так. Третья часть всего расследования века. Вот скриншот просто с сайта штабов. Вот скриншот, опять же, просто с Ютуба. А вот скриншот, даже не знаю из чего, того, что товарищ майор не может зайти в Фейсбук, можно было бы посмеяться над этой макулатурой и пожалеть бумагу, на которой это распечатано. Но это то, на основании чего ФБК признали экстремистами. Это официальный документ. Вот посмотрите, протокол. Майор полиции такой-то. При смешанном освещении подключается к глобальной сети интернет и несколько часов скриншотит наши сайты. Записывает все на CD-диск и приобщает к делу. Ловко и профессионально. И это все на наши с вами деньги. Но ладно, возможно, игра стоила свеч и товарищу майору при смешанном освещении. Все же удалось найти те самые инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, о которых говорит Путин. И снова нет. Зато вот такое обнаружили. Некто Даниил Безворотный, не сотрудник ФБК, а просто случайный человек, разместил у себя в ВКонтакте фрагмент мультфильма «Том и Джерри», где кот в роли гитлеровской Германии, а мышь в роли СССР. И мышь побеждает. Это экстремизм. Или вот житель Тулы публикует аудиозапись группы «Коррозия металла». Это тоже экстремизм. Ну и мое любимое. Майор полиции из республики Адыге рассказывает, как изучал чью-то страницу ВКонтакте. Он там увидел человека верхом на коне. Статус «Твой папа» и видеоролик «Иисусе шлепки – твоя последняя надежда». И это тоже экстремизм и подрыв конституционного строя. У шлепки! Смотрите на его шлепки! Причем здесь все эти скриншоты и как это связано с ФБК? Ответ странный. Не знаю. Никак. Они буквально собрали материалы на случайных, чаще всего вообще не связанных с ФБК, людей. И написали, что в целом это все, конечно, экстремизм. Это не так? Really? Really? Вот, например, объяснительная записка. Человек пошел купить шаурму в Черкесске, увидел, что кого-то задерживает, остановился и был задержан сам. И это тоже приобщено как доказательство нашего экстремизма. А что по поводу того, что ФБК действует в интересах каких-то иностранных покровителей? Прокурор прямо в суде говорил, что ФБК управляется из-за рубежа, и этому есть доказательства. Что вы представляете, когда слышите такое? Ну, минимум Рокфеллера или Госдеп, который присылает ФБК инструкции. Возможно, тайные зарубежные встречи с масонами и прочими кураторами. Но единственным доказательством управления ФБК и за границей является этот документ. Это протокол о назначении наблюдательного совета, подписанный Навальным и мной. И вы удивитесь, он действительно был подписан 11 октября 2020 года в Берлине. Через несколько недель после того, как Навальный там вышел из комы после отравления новичком. Ни одного другого доказательства нашей связи с какими-либо иностранными организациями в деле нет. Этот протокол лучшее, что десяткам прокуроров удалось найти. Но, может быть, хоть какой-то настоящий экстремизм удалось отыскать? Все-таки лучшие силы были брошены на расследование. Вы знаете, да. Среди этих нелепых скриншотов, непонятных ничего не значащих рапортов и тысяч страниц, которые не имеют никакого отношения ни к экстремизму, ни к ФБК, мы обнаружили настоящую причину того, почему Путин хочет нас запретить. Вы молодец. И вот она. Это видеоролик «Обещание Единой России» 2002 года. Мы не можем показать вам этот видеоролик, потому что он признан экстремистским. Но мы можем показать вам кадры из него. Каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной Меккой в России. К 2010 году будет построена транспортная магистраль «Санкт-Петербург-Анадырь». Россия будет лидером мировой политики и экономики. Они не просто солгали. Они довели страну до такого состояния, что сейчас эти и любые другие обещания кажутся просто издевательствами. Лично ты можешь сделать то, что легко осуществимо. Если хочешь нанести удар по жуликам и ворам, приходи на выборы. И голосуй за любую другую партию, кроме «Единой России». Этот ролик был создан в 2011 году перед выборами в Госдуму позапрошлого созыва. Он состоит буквально из нескольких слайдов с невыполненными обещаниями «Единой России» и призывом не голосовать за них на выборах. За любую другую партию, но не за них. Кировский районный суд Новосибирска в 2013 году абсолютно серьезно и официально признал этот двухминутный клип экстремистским. Навальный его опубликовал на своем канале. И как считает прокуратура, этого достаточно, чтобы закрыть ФБК и признать всех, кто как-то связан с нами и нас поддерживает экстремистами. Других доказательств и аргументов у них нет. Путин на весь мир заявляет, что мы враги и преступники. Ставит нас в один ряд с террористическими организациями и убийцами. Он встречается с мировыми лидерами, дает пресс-конференции. И что говорит? Что честный суд установил. Что политика тут ни при чем. Что это мы сами виноваты и публикуем инструкции по сборке коктейля Молотова. Публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова. Для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов. А этого просто нет. Не устанавливал этого суд. Мы признаны экстремистами, потому что несвязанный с нами человек написал в интернете что-то про шлепки Иисуса. Или были задержаны у палатки с шурмой. И единственный настоящий экстремизм, который ему удалось найти, это не инструкции, как собрать коктейль Молотова, а инструкции, как голосовать за любую партию, кроме путинской единой России. И именно это, по мнению Путина, настоящий экстремизм. Настоящая причина, по которой нас запретили. Настоящая угроза, ради которой стоило уничтожить прекрасную организацию, которая 10 лет боролась с коррупцией и делала это благодаря вам, людям, которые нас все это время поддерживали. Мы работали честно и говорили правду. Были открыты и понятны. Рассказывали миллионам людей то, что не услышишь по телевизору. То, что так кореяно и отчаянно охраняет вся путинская система. И именно это для Путина гораздо страшнее любого коктейля Молотова. Но несмотря на то, что Навальный сидит, несмотря на то, что нам пришлось закрыть наш офис и десятки штабов, уволить сотни людей и получить десятки уголовных дел, мы все равно продолжим работать. Теперь мы знаем точно, чего они боятся больше всего. Того, что их любимая партия жуликов и воров, несмотря на вбросы, махинации и подтасовки, не сможет победить на выборах. И мы обязаны сделать все, чтобы так и случилось. У нас с вами есть единственный, по-настоящему эффективный способ победить Единую Россию. Умное голосование. Регистрируйтесь, следите. За несколько дней до выборов в сентябре мы пришлем вам имя кандидата, у которого есть максимальный шанс победить Единоросса в вашем регионе. Все очень просто. Запоминайте имя, идите на участок и голосуйте. Победить Единую Россию гораздо проще, чем кажется. Это сработало два года назад, сработало в прошлом году, это сработает и сейчас. И это лучший способ поддержать нас. Ну а мы, несмотря ни на что, продолжим работать и рассказывать вам правду. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok